Доброго вечера, дорогие телеградачи, в эфире «Лот на живо», что на боце правды, на вашем боце. И для вас в студии работают Денис Смоляный и Олеся Вакуленко. Я напоминаю вам, что «Лот на живо» – это не только свежие новости, но и платформа для живого диалога. Звоните нам в студию по номеру 050-210-08-98 и пишите на нашу страницу в фейсбуке «Лайфлот.Лайф». Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашей проблемы и, возможно, тогда они смогут решиться. А мы переходим к нашему гостевому блоку. До нашего традиционного гостевого блоку. У нас он сегодня необычный, потому что вместо одного гостя, которого мы анонсировали, у нас их двое. А саме Микола Сальчук, заступник головы Рівненської районної ради, та Арсен Сидоров, начальник группы цивильно-військового співробительства «М. Попасна». Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. И, власне, первое вопрос. Чому вы пришли до нас у двоих? Разрешите, я первым отвечу на этот вопрос. Дело в том, что майор Сидоров является моим беспосредним командиром, человеком, с которым я уже прошел какой-то путь прохождения службы. Я приехал на ротацию 15 мая и несу службу под его командованием. Многое, что получилось сделать, без него я это решить не смог бы. Поэтому я хотел бы, чтобы эта встреча произошла именно вдвоем. На данный момент мы с 15 числа каждый день вместе и идем уже до победного завершения нашего благого дела. Думаю, что на данный момент это будет очень хорошим показателем, что мы идем плеч о плеч до конца. Власне, вы открыли датчатый майданчик в месте Попасно. Как это было? Все это началось с того, что приехал Николай в город Попасно. Мы познакомились с ним непосредственно уже в РЦВА у товарища Власенко Романа Геннадьевича в кабинете, где был заключен конкретно договор о содружестве между Ровенскими товарищами и Попаснянскими. И конкретно были обговорены некоторые моменты, которые просили о помощи непосредственно Попасняне. То есть мы вырешили это сделать таким образом, что установить датчатый майданчик в месте Попасное и оздоровить детей города Попасного, чтобы показать, что люди, которые живут в других областях, они непосредственно, так же само им небезразлична судьба детей, небезразлична судьба самих Попаснян. То есть вот таким вот образом. И на данный момент мы сделали намного больше, чем было прописано в договоре. Идею у нас с Николаем приходили, идем и конкретно видим проблему, и мы ее решаем. То есть все вопросы, которые мы начали, мы их на данный момент закончили, и результат на данный момент налицо. Люди прекрасно поняли и понимают непосредственно наше присутствие в городе, что мы делаем, для чего мы это делаем. И с Божьей помощью есть результат. Власне, какие проблемы уже были вырешены? На данный момент мы установили непосредственно эту детскую площадку. Основной упор был у нас на село Троицкое, где люди, дети непосредственно очень многое увидели в этой жизни. И я думаю, те краски, которые мы внесли в ихнюю жизнь за последние две недели, то вчера мы увидели результат. Дети показали свои улыбки, взрослые теплыми словами нас за это дело благодарили. И непосредственно очень приятно, когда люди понимают, зачем мы и для чего мы там находимся. В принципе, чтобы доложить ситуацию, вообще моего знакомства с подразделением СИМИКОВ, Тацильновского спиробитного и плана работы, нужно, наверное, начать с предыстории. 21 декабря 2015 года меня выбрали заместником главы районного совета Ровенского. И в принципе у нас было принято решение на сессии, на той же сессии, что давайте начнем нашу совместную работу с какого-то общего доброго дела. К сожалению, сейчас идет война, и, наверное, большая часть добрых дел, помимо того, что люди помогают больным деткам, вообще больным людям, нуждающимся людям, наверное, это общая помощь нашим братьям на Донбассе. Ну, это я уже прошу прощения, я знаю, что это разделяется. Будем так говорить, Луганская область, Донецкая область, по-другому говоря, на востоке Украины. И поэтому было предложение, что давайте соберемся, и на 31 декабря, 30 декабря мы выйдем, и 1 января, то есть начиная с 31 по 2, по 3 числу, мы просто проведаем как наших воинов, так и детишек, и всех нуждающих. То есть покажем им, что в то время, когда большая часть страны, может быть не больше, может половина страны, празднует веселяться, кто-то о ком-то вспоминает и думает. Первый мой приезд в Старобельск, в принципе, и начался со знакомства с подразделением Северного спиробитногоства, и в частности с подполковником Расюком, который дал мне бесценный опыт и массу удовольствия от того, сколько мы успели сделать за этих три праздничных дня добрых дел. После этого у меня было предложение, которое он озвучил высшестоящему руководству, которому я безмерно благодарен. И по его приезду в Ровенскую область я написал рапорт о том, что я хочу продолжить службу в подразделении Северного спиробитногоства. Но перед этим у нас предшествовало еще две поездки. Первая поездка, это наш приезд был, мы привезли в гуманитарный конвой из трех микроавтобусов, общим-то ножом, не буду врать, я его не вешал, но были два трех с половиной тоника, один семитоник, который, в принципе, мы разрузили как в Попасной, так и в Трохизбинке, в населенных пунктах, которые находятся фактически на нуле. У нас первая встреча, это опять же было предложение от Северного спиробитногоства о том, что давайте начнем, скажем так, у нас есть побратимы в Польше, у нас есть побратимы в Германии. Почему у нас нет побратимов между Востоком и Западом? Почему? Насколько это может быть разделение? Мы единая Украина, мы единый братский народ. У нас вариантов никаких быть не может, и поэтому мы решили, что первым делом это подписать меморандум о дружбе и сотрудничестве. Выбор пал на Попаснянский район, где есть, как уже ранее сказано, был замечательный человек, руководитель РВЦА Роман Геннадьевич Власенко. Как только мы, в принципе, определились с меморандумом, у него была просьба, ребята, давайте подарим. Город подвергался нещадным обстрелам, а Троицкое вообще обстреливали 40 дней без передышки. Почему? И на Троицкое тоже было особое внимание. Говорит, давайте подарим детям, это радость и счастье. Были определены, в ходе этой поездки были определены решающие такие моменты, какие мы должны сделать за время второго приезда. Значит, это в Попасной детская площадка, в Троицком, 300 листов шифера на храм 1840 года постройки, в Трюхизбинку, где от прямого попадания было разбито тоже в Древней Троицкой церкви, по-моему, в честь Престой Троицы, но говорить не буду, не помню. Вот, огромное окно, стоимостью порядка 30 тысяч гривен, но, слава Богу, добрые люди помогли мне, мы решили этот вопрос за 12 тысяч гривен без доставки, то есть доставку мы уже дополнительно оплачивали. И особое внимание еще было уделено Крымскому, куда мы купили холодильник, морозилку, мясорубку, набор 50 столовых приборов для детей, то есть, в принципе, все, что нужно было для того, чтобы не закрыли столовую, где питаются детки. Если учесть то, чтобы добраться до Крымского, ну, мы утопили джип, мы утопили джип-крузер, кто разбирается, то знает его возможности, каким образом он двигается. Мы его утопили, вот там вытаскивали ГАЗ-66. Можете представить, что туда добраться, туда раз в неделю ходят рейсы в автобус, не говоря, что это нулевики, туда попасть и выбраться очень трудно, то не все желающие могут выбраться. Вот, поэтому там дети нуждались как никогда. Поэтому наш второй приезд был, мы переписали все, что должны были, третий приезд был, наверное, в воскресенье, чтобы, когда люди, опять же, готовятся к светлому Христу в воскресенье, вот, мы хотели показать, опять же, что мы сразу же после службы, наверное, в воскресенье, мы выехали, опять же, собрали конвой, взяли все, что мы пообещали и выехали, опять же, по этим, скажем так, населенным пунктам, где уже было проплачено все то, что люди покупали уже тут, была проплачена, опять же, детская площадка, был проплачен шифер, которым занимался непосредственно наш сын. Вот, сразу же было то, что мы уже привезли, я уже доложил вам, холодильники, все этот момент закрыли, закрыли все наши обещания. То есть, в принципе, перед уже приездом на ротацию, мои обещания все были выполнены, которые давал, в принципе, как в прямом эфире, так и непосредственно людям. Почему мы его выполнили сразу же? Потому что люди устали от вранья, устали от болтовни, устали от пиара. Им, наконец, нужно показать просто, что есть работа, идет работа, и она будет идти дальше до тех пор, пока мы не справимся с нашей общей проблемой. Уже непосредственно на 15 мая, когда я ехал на ротацию, у нас еще стояла задача, мы взяли еще дополнительное обещание, те, которые нам попросили самые маленькие жители Луганской области, это бесплатно в Крымском, когда подошел ребенок лет, наверное, пяти, и сказал, что нам надо ковли, потому что на моем по бетону ходим голыми носиками. Вы знаете, устоять против этого было просто нельзя, мы взяли, поехали, проплатили, купили эти ковры в спальне, в детскую, ну, где, как бы, где в садик полностью застели, о чем, вы знаете, эту радость надо было видеть. У меня даже есть и запись этого ребенка, поэтому даже, можно сказать, без слезы нельзя смотреть, то, что орел ребенок, который пережил то, что многие люди даже в фильмах не видели. Вот, ну, и, соответственно, мы выполнили все наши обещания по территории Луганской области, которую я доволошу в составе группы «Свенческого спиробидностства». Меня прикомандировали в Попасно, где я под началом замечательного офицера, Арсена, уже мы продолжили делать уже ту работу, которую уже от нас непосредственно ожидали жители. Если интересует, доложу. Если интересно, что, с чего начали, как, что, что удалось нам сделать до сегодняшнего дня. К этому вернемся чуть позже. Очень такой, ну, интересующий вопрос. Финансирует это все кто? Я, вперед, перед тем, как ответить вам на этот вопрос, хотелось бы просто поблагодарить, как руководство и архиепестского митрополита Варфоломея, влада двух священников, протея Виталия, протея Ростислава и протея Виктора, трех священников, вместе с паства и украинской патриархатной церкви, так называемого московского патриархата, хотя это такой юридический именно термин, это называется на украинской патриархатной церкви Роинской епархии, которая отозвалась помощью в организации продуктов. Точно так же я хочу искренне поблагодарить как руководство Роинского района, своих коллег, так и всех, как начальников отдела управления и просто всех жителей Роинского района, которые помогали два раза собирать точно так же конвой. Что касается финансирования, это были мои друзья. Два депутата областной рады, Михаил Кириллов и Богдан Файфура, начальнику управления по бревесоэкономической злочинностью Вячеслав Вихтений, начальник ДФС Дмитрий Зайцев, начальник таможни Андрей Чебарай. Это мои близкие друзья, которые, а еще прошу прощения, Олег Ярошек, он сейчас предприниматель, бывший офицер службы безопасности, и мой близкий друг Екун, который также будет давать автобус, чтобы забрать деток, Виталий Полищук. В принципе, благодаря этим людям, которые не задавали вопросов, они просто меня поддержали, мы скинулись, но и, безусловно, сбережение моей семьи. Мы посчитали, скинулись и приобрели. Почему никого не просили? Очень сложно вначале кого-то просить, потому что люди, в частности, много где разуверились. Вы знаете, что было много спекуляций, много недобросовестных волонтеров. Это раз. Во-вторых, прежде чем кого-то что-то просить, о каком-то чем-то спрашивать, или, простите за выражение, требовать, нужно показать, что сделал лично ты сам. Помните выражение, не спрашивай, что сделал для тебя страна, спроси у себя, что сделал ты для нее. Поэтому нами было принято решение, что мы своими силами сделаем максимум, а дальше, если кто посчитает, нужно поддерживать. В данном случае, я считаю себя только инструментом в руках добрых людей, которые мне поверили, меня поддержали и доверили мне выполнить эту миссию. Пане Николаевич, не уменьшится кількість людей, которые хотят допомогти? Вы знаете, я думаю, что не уменьшается. Уменьшаются возможности у этих добрых людей. Это раз. Во-вторых, если вы посмотрите, как любой телеканал, не говоря уже о том, то, что печатается в интернете, масса деток требует лечения. Вы знаете, когда человек смотрит, где-то там восток, а вот тут ребенок, у которого лейкоз или еще какие-то раковые заболевания, и он пытается помочь и там, и там он разрывается, а, к сожалению, подкожный жир, простите, что я так выражаю, за финансовые возможности наших украинцев, он, к сожалению, истощился. Сейчас всем очень непросто. Но чтобы помогать, люди должны доверять. И вот это доверие мы должны заслужить. Как могут к вам обратиться простые люди, чтобы помочь с вашей миссией, если можно так выразиться? Вы знаете, я сейчас ответит командир, я от себя только скажу. Сейчас я нахожусь в подразделении Цельновского спиробидностства и люди, которые обращаются за помощью, потому что это и называется так, что сотрудничество военных и гражданских. Поэтому в каждом городе на востоке Украины есть подразделение, про которое скажет сейчас мой командир, которое может ответить на все вопросы, записать те проблемы и дать задачи тому или иному сотруднику, который будет их решать. Прошу. Я скажу так, что у каждого главы РВЦА есть заступник, который отвечает за силовые структуры. По Местопопасному и Попаснянскому району есть очень такая человек, как Валерий Иванович Куликов. Очень благодаря ему за спорту. В основном все вопросы, которые были подняты для восстановления структуры, для восстановления настроения людей, мы работали непосредственно через Валерия Ивановича, который нас координировал. А там, к примеру, надо то помочь. Мы организовываемся в эту работу. Мы не только работали непосредственно по восстановлению детских площадок, проведения заходов культурных и так далее. Мы так же самое непосредственно работаем с Попаснянским РЭС, где есть непосредственные проблемы по всем селам. Там разбомблены линии электропередач и так далее. К примеру, по водоканалу последний у нас выезд Николай непосредственно участвовал. И скажу так, что очень многое зависит от того, что надо чувствовать те проблемы людей, которые они задают. Потому что непосредственно для того же решения вопроса с водой, как было по золотому, нужно было непосредственно договариваться, доносить ту проблему до пограничников, до ВСУ о том, что надо, чтобы определенная команда РЭС непосредственно под керевницом Симиков проехала в ту зону и непосредственно решать эту проблему. Потому что люди сидят без воды. Это гуманитарная проблема, которая непосредственно может вылиться намного серьезнее, чем оно кажется. И люди непосредственно это все прекрасно видят. Когда приходят непосредственно люди, сотрудники РЭС, когда приходит к ним группа цивильного рискового спевробитництва, и прекрасно видят о том, как происходит работа взаимопомощи между военными и гражданскими лицами. Потому что мы должны, и мы это делаем, мы показываем, что Збройные силы Украины, они приносят мир, непосредственно восстановлению мира. Потому что, если не решать вопросы мирного населения, это очень сказывается на авторитете Збройной силы Украины. Непосредственно взять тоже золотое. Наша группа за день показала очень большой результат. Это довольно-таки опасный участок работы. Это была конкретно серая зона, где в любой момент можно было, ну, как бы правильно сказать, это опасно. Ну, на данный момент скажу так, что основной упор у нас был за последние две недели показать работу именно в Троицком. В Троицком мы непосредственно восстановили значит, детскую площадку, которую посекло градами. То есть, дети туда не ходили, им, ну, практически запрещали туда ходить, потому что там, во-первых, все железо было порубанное, посеченное. Ну, можно было ребенку получить травму с острыми краями, да. Мы непосредственно попросили людей, которые живут в Троицком, непосредственно, которые живут в Попасной, там у нас есть Родион-сварщик, который непосредственно откликнулся на бесплатных условиях. То есть, он сам говорит, давай, поехали, я хочу помогать. То есть, мы его взяли, поехали, он это нам дело по взаимным пониманиям все это дело поварил, мы это все дело покрасили. Есть там непосредственно люди в Троицком, которые это все дело дерево нам помогли выпилять, поменять на новое. Потом это все дело покрасилось и дети увидели результат. Непосредственно на международный день захиста детей мы детей привели на эту площадку, люди прекрасно видели, как дети улыбаются, что такое улыбка ребенка, ну, это было незабываемо. С спецколлективом сделали сладкий стол, сделали массу конкурсов, закупили сладости. Перед этим на выпускной решили сделать такие вот мероприятия, как показать первые деньги, которые заработал ребенок благодаря своим стараниям, умениям и знаниям. Каким образом? Все, кто закончили без строек, ну, я простите, по старой системе, вот, все, кто участвовали в каких-то конкурсах, независимо, победили или нет, то есть, они ведут какую-то активную жизнь, школьную жизнь, вот, получили по 200 гривен, отличники получили по 400 гривен, единственная выпускница получила 500 гривен. Таким образом, мы показали, и я пообещал, что на следующий год, если я буду еще до этого момента жив, мы обязательно повторим эту программу, независимо от того, возможно, к тому времени уже закончится все, но мы повторим, чтобы у детей было стиму. Один ребенок горько плакал, говорит, он, ну, не успевающий, не хочет, но ему было настолько обидно, почему ему не дали деньги, ему объяснили. И учителя говорят, он говорит, я на следующий год обязательно заработаю эти деньги. Такие мероприятия провожу у себя на избирательном округе, уже 6 лет, сколько я являюсь депутатом, у нас очень сильно повысилась успеваемость. Дети видят, что они своим трудом могут заработать первые деньги. Для всех это был сначала легкий шок, но я надеюсь, что дальше это будет просто стимул, потому что они, это наши опоры, которые будут поднимать нашу страну с колен. Я хочу напомнить вам, дорогие телезрители и радиослушатели, что мы работаем для вас, работаем в прямом эфире. В любой момент вы можете позвонить нам в студию по номеру 050 210 0898 или же написать на нашу страницу в Facebook и LiveLot.Live. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожающие вас темы и мы обязательно вам ответим. Власне, можливо, одним телефонным звонком вы сможете вирішити какую-то свою проблему або какую-то свою потребу. И вернемся, собственно, к этой теме. Как в многих городах, если можно так сказать, проводили вы подобные мероприятия по поводу стимуляции, скажем так, желания у школьников? Да ухочение, так бы, мовы, это школярифов, что-то сейчас все краще. Как я докладывал вам ранее, если это касается только меня, то я отвечал за конкретно взятый регион, и было принято решение провести это в Троицком. К сожалению, я в средствах все-таки несколько стеснен, но если бы стояла задача, я нашел бы эти средства, чтобы сделать их в других. Но думаю, что наши коллеги все равно устраивали какие-то мероприятия. С нами, именно на последний звонок, приехал начальник Попаснянского, МЧС, сейчас он, как называется, служба спасения? МНС. Приехал комбат одного из батальонов, который также переживает и опекуется проблемами данного населенного пункта и отвечает за его, скажем так, сохранность и безопасность на передовой. Поэтому мы постарались сделать все для того, чтобы в данном случае дети там чувствовали себя достойно. Ну и плюс, простите, это будет нескромно сказать пример, но хотя бы, возможно, кто-то посчитает для себя новые какие-то просторы, куда можно двигаться, каким образом можно заработать любовь и уважение людей и послужить, так сказать, во славу Божью, на пользу людям. И, власне, вот, пан Арсен, на початку, говорю, что вы не только открываете майданчики, покупаете шифры для церкви, а также есть какие-то оздоровочные программы? Оздоровочные программы также. Значит, на данный момент, опять же, это заслуга Николая и его близких друзей. То есть, на данный момент, я могу сказать, открыто, есть в Ровенском районе оздоровительный санаторий сигнал, в который, на данный момент, уже записано 30 детей, непосредственно, они выезжают 12-го числа, 11-го, 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 они уже там, да, этот термин, этот срок у них 14 дней, то есть, я думаю, что они оставят очень хороший результат воздоровления детей именно в городе Попасно. Когда мы разговаривали с директором данного сана детского лагеря, у меня стояла задача, что его зовут Юрий, говорю, Юрий, если мы сделаем что-то не так, это будет хуже любой антипропаганды. Говорит, если ребенок приедет с какой-то моральной травмой или что-то ему не понравится, лучше этого не делать ничего вообще. Говорю, поскольку я, это личное сбережение на детей, это личное сбережение нашей семьи, поскольку, в принципе, я не сдавался целью собирать и ни у кого ничего просить. Я обещал, что мы 20 детей заберем, 10 детей это забрал непосредственно близкий друг и товарищ Андрей Рысюка, это подполковник Качель, который привел меня в эту службу, которому я также искренне благодарен. Юра ответил мне понятно и четко. У нас, вред, отдыхало много людей и многие просто уезжать не хотят. И программа, как крафтинг, как походы, скажем так, у нас очень красивая природа. Я думаю, что минимум 4 поездки у нас запланировано, что мы должны с этими детьми посетить. Я надеюсь, что у них оставится огромное впечатление о культуре нашего края, вообще о красоте нашего края. Им захочется вернуться. Если мы это сможем позволить, мы будем делать все для того, чтобы они возвращались к нам. Такой вопрос. Я так понял, уже выделены деньги, уже дети собираются, правильно? Я вам доложу больше. Автобус уже, 9 числа автобус моего кума выезжает. Это полностью, еще раз повторюсь, это полностью наше сбережение, это уже все проплачено, поэтому про слово выделены деньги не идет речь. В дальнейшем этим летом будут ли планироваться еще подобные мероприятия для детей? Или это будет уже в следующей смене? На данный момент этот лагерь, значит, у него 4 смены, вот первая смена получается с 12 по 26, в последующем ближе к 26 числу уже будет явно мы будем понимать, какое количество детей поедет во вторую смену, после этого третья, четвертая смена, то есть по надходжению к кошке. Должны доложить вам ситуацию, что наши же коллеги и друзья и мой духовник, священник, который также приехал сюда вместе со мной на ротацию, несет службу уже конкретно по его посадовым обовязкам, как священник, как наставник, духовник, в принципе, я думаю, что он делает все, что от него требуется. Он уже повез детей, только, если я не ошибаюсь, в лагерь электроник. Кто проплатил, я, к сожалению, не знаю, но работа нашим подразделениям ведется, мы можем про что-то не знать, но детки едут и будут ехать. Власне, ци поездки для яких детей? Это дети-переселенцы, или дети из серой зоны, или дети из малозабеспеченных семей? Мы на данный момент по Попаснянскому району мы подняли вопрос самые нуждающиеся дети, которые много пережили и которые требуют восстановления. Заможные, то есть семья, которые имеют достаток, смогут, наверное, здоровить сами. А те дети, которые не могут себе этого позволить и категорически требуют этого, мы это, в первую очередь, делаем на этот упор. Это даже не обговоряется. А че будет, ось, яка, власне, программа, чекуя на этих детей, а че будет какая-то психологическая складыва психологической реабилитации? Потому что дети, которые видели войну, им потребуется какое-то восстановление психологическое. Безусловно, зоопарк. Однозначно, у нас очень красивый, замечательный зоопарк республиканского значения, то есть общегосударственного. Первый момент. Второй момент, как я уже докладывал, рафтинг, спуск по реке, походы в очередь по туризму, пеший туризм. Возможно, мы, если это будет возможно, и дети захотят, мы хотим повезти у нас замечательную святыню. У вас она в Святогорской лаврах, хотя она находится в Донецкой области. Еще, я думаю, много у нас Почаевская лавра. Я думаю, что детям будет интересно, тем более мы с духовенством поддержим тесные отношения, им будет интересно съездить, посмотреть на святыню, покупаться в источнике из той праведной Анны, которая известна на всю Украину и не только. Приезжает далеко из, скажем так, из России, из Белоруссии, из других, из Польши. Надеюсь, если им это будет интересно, они посетят и духовные центры нашей области. Если говорить про психологическую реабилитацию, вы знаете, наверное, ничто так не успокаивает, как общение с природой, отношение дружеское и с какой-то любовью старших, скажем так, воспитателей. Да и, в принципе, забота о детях, когда они могут просто отвлечься от того, что они увидели, что здесь происходит. Надеюсь, это будет лучшее лекарство. А у вас на какие цели вы для себя ставите на майбутне? Ну, я думаю, первая цель — это, чтобы не спадала улыбка у детей. Это самое главное. Когда это видишь, это больше чувствуешь результат своей работы. Вы знаете, я вам скажу то, что я пожелал, отвечу словами. Рим пожелал папастянам, когда они дали мне слово, чтобы вот тот смех, который мы услышали, из ихнего города слышался постоянно. Детский радостный смех и счастливые глаза взрослых. Как православный христианин, я думаю, что мои действия так понятны, потому что надо жить не для себя, а во славу Божию на пользу людям. Тогда есть надежда о том, что твоя жизнь не пройдет зря. И мы дякуем вам за эти слова, мы дякуем за то, что вы пришли до нас в студию, за то, что вы с нами поспілкувалися, мы были очень рады вас вітать. Я напоминаю нашим телеглядачам и слушателям, что у нас в гостях был Микола Сальчук, заступник головы Ривненской районной ради, и Арсен Сидоров, начальник группы цивильно-військового споробитства «М. Попасна». И пока что перейдем к следующим новостям. Центральная избирательная комиссия должна изменить Центр избирательного округа номер 114 Луганской области, в котором на 17 июня 2016 года назначены промежуточные выборы. По мнению КИУ, из соображений безопасности Центр избирательного округа номер 114 следует перенести из поселка городского типа Станица Луганская в поселок городского типа Беловодский. Также в КИУ отметили, что размещать окружную избирательную комиссию в Станице Луганской невыгодно из логистических соображений. В состав 114 избирательного округа входят Беловодский, Марковский, Малевский, Новопсковский, Славяно-Сербский, Станично-Луганские районы, а также часть Новоайдарского района. Промежуточные выборы в 114 округе назначены из-за досрочного прекращения полномочий Юрия Горбуза в связи с назначением его главой Луганской обл. ВГА. А от з наступного року, згідно з новим законом про судоустрій і статус суддів, суддійська зарплата сягатиме 315 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат Віктор Пензенек. За його словами, ухвалений сьогодні закон встановлює зарплату в місцевих судах у розмірі 30 мінімальних зарплат. В апеляційних 50, у Верховному суді 75. В нас є його цитата. Але це тільки оклад. А є ще надбавки до окладу. До 80% за вислуго років, 15-20% за науковий ступінь, 5-10% за роботу з таємними документами. Ці три надбавки у максимальному розміру сягатимуть 110%. А є ще регіональний коефіцієнт до 25%, повідомив народний депутат. Максимальна сума щомісячних виплат може сягати понад 300 тисяч гривень. А в Росії відбувалося курйозне ЧП з танком. В місті Нарофор, Фомінське, Московська область, 2 іюня около 15.00 не війшов в поворот і перевернувся танк, який слідав в военній колоні. У нас є фотографія. Такі фото підтверджують, що Росія перекидує военну техніку на Донбас. Власне, ми бачимо військову техніку. І, власне, ми будемо продовжувати наш гостєвий блок, адже у нас у гостях, у нас у студії депутат Рубіжанської міської ради Валерій Харчук. Валерію, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Власне, сьогодні в Рубіжанському міському міській раді було неспокійно, пробачте, 1 липня в Рубіжанському пройшло засідання комунальної комісії, засідання проходило на підвищених тонах. Возникла конфліктна ситуація і у нас чуть позже буде по цьому поводу відео посмотрим його чуть позже. Пока поговоримо о другому. Поговоримо о темі хорошей, скажімо так, давайте поговоримо о праздниках, прошедших в городе Рубіжне. Как ми знаємо, прошел последній звонок, прошли выпускні. Как вони, собственно, прошли, як вони... Я надіюсь, що їх провели на хорошем уровні. К сожалению, у мене не було в городі в этот промежуток времени, во время праздника, у Дня Химика. і в последній звонці я хотів би поздравити всіх жителів містного органу власі його органу власі, його організували. К сожалению, не можу. Ну, надіюсь, що жителям міста мене понравилось, поки мисні негативних відзівів не слішав. Вот, к сожалению. Ніхній куриезних ситуаціях не знає. Ніхній, не осведомлён. Да, не осведомлён. Також, хотим продолжати праздник. День вышиванки проходил на днях, ну, как на днях, на прошлой неделе. Как он прошёл, какие были мероприятия организованы? Я 14 дней находился в Турции, в командировке, как раз в этот промежуток времени. Ну, в Фейсбуке есть там моя фотография, что в Турции праздник прошёл, день вышиванки на высоком уровне, так как там представителей Российской Федерации практически нет. Вот я был в городе Мармариси, и город был весь в вышиванках. Фактически, жители Украины своими поездками туда, туристическими путёвками на сегодняшний день помогають экономике этого государства выжить. Вот и... Значит, там людей было много в вышиванках. И вернёмся к делам более серьёзным. Сегодня, 2 июня, в городе Рубежное состоялось заседание суда по производству начальницы управления образования Рубежанского городского совета Елены Абополенко. Елена Абополенко прокуратура обвиняет в растрате государственного имущества требования стороны обвинения отстранения Елены Владимировны о должности. Что вы можете по этому поводу сказать? Я не ознакомлен с материалами делать, да, это и по закону не положено, но работа данного руководителя меня не устраивает. На этом посту там было огромное количество нареканий на её действия. Это связано и с оптимизацией школьных, дошкольных учреждений. Вы, наверное, слышали о конфликтной ситуации, связанной с шестой школой. Сначала попыткой закрыть и перевести шестую школу, теперь уже лицей. Это же абсурд просто, когда с нового здания, с самой новой школы, это 11-я школа, которую я заканчивал, значит, с неё переводят лицей, в котором учились дети Бойко, включились дети таких руководителей у нас, как Арцева, Юрий Николаевич, ныне управделами исполкома, ранее там, секретарь совета, Бусинкова Анатолий Тольевич, то есть они все прошли обучение в лицее, а теперь наших, скажем так, руководителей, вот, а теперь он стал не нужен городу, его переводят в шестую школу, и там будет школа-лицей, это совершенно будет, конечно же, не тот уровень, и самое главное, до сих пор никто не может дать ответы на элементарные вопросы, достаточно ли кабинета выделяется в шестой школе, надо понимать, что шестая школа это учебное заведение, которое было построено в конце 50-х годов, а 11-я школа это самое новое здание в конце 80-х годов было введено в эксплуатацию, почему же мы из нового совершенно здания переводим наших детей вот в старое здание, несмотря на то, что оно достаточно ухоженное силами родителей вот этой шестой школы, вот, ну, это совершенно нелогичное, экономически ничем не подкрепленное, необоснованное решение, которое будет обжаловаться в суде, ну, будем надеяться, что судьи, получив такую заработную плату солидную, и сейчас для меня это тоже стало новостью, наконец-таки начнут принимать правомерные, логичные и, главное, законные решения, вот, потому что в суде еще будет другое дело у нас, это о структуре исполкома, потому что своего рода рубежанским городским советом, я удивляюсь, почему игнорируют это прокуратура города и Луганской области, фактически произведен конституционный переворот, ведь у нас согласно структуре местных органов самоправления отсутствует территориальная громада, отсутствует городской совет в структуре как таковой, у нас городской голова, и ему подчинены, если вы возьмете на сайт, зайдете городского совета того же Свердонецка, там есть территориальная громада, ему подчинен городской совет, следом идет городской голова, а ему профильные замы, ему, соответственно, отделы, у нас же городской голова, ему секретарь совета, самое интересное, все сделано поименно, то есть, если вдруг какая-то фамилия вдруг куда-то выйдет или расстанется со своей должностью по каким-то причинам, то придется менять структуру, то есть, у нас еще это все закреплено фундаментально за конкретными лицами, эта структура, и никто другой на эту посаду не может претендовать, нету такого, как в цивилизованном мире зам городского головы по социальным вопросам, нет, это все с фамилией сделано, то есть, в случае, если сменится вот этот руководитель, то придется менять полностью структуру, это решение нелогичное, и самое главное, регламентом рубежанского городского совета, не предусматривается возможность жителей города выступать на сессии городского совета в рамках обсуждения тех вопросов, которые их непосредственно касаются, чем нарушены конституционные права жителей города, в ближайшее время, думаю, на следующей неделе в связи с этим будет проходить крупномасштабная акция в городе, так как за этим стоит именно и пересмотр тарифов, ну, то есть, когда грубо нарушаются права жителей города на участие в местном самоуправлении, это дает возможность власти повышать тарифы, вот сейчас хотят купить землю под химзаводом за бесценок, насколько мне известно, сумму уже заранее называют примерно в 50 миллионов, мы потом сверим эту сумму с оценкой, посмотрим, насколько объективно работают наши оценщики, раз уже в местных органах самоуправления знают эту цифру и вдруг такая же всплывет после реальной оценки, то тогда понятно будет, что это было заказное заказное агентство, которое проводило оценку земли, необходимо будет проводить акцию и требовать повторно переоценить, потому что и вообще по этому поводу нужно провести общественное слушание, посоветоваться жителями территориальной громады, ведь нужно понимать, что 35% жителей избирателей всего лишь явились на выборы и правящая сила в лице оппозиционного блока получила от общего количества избирателей 16%, тем не менее, исходя из действующего законодательства, они полноправно управляют всеми ветвями власти в местных органах самоуправления, это в связи с этим казусом, неявкой жителей города и может быть страны или области на выборы необходимо вносить изменения в законодательство, в законы о местном самоуправлении и указывать моменты, при которых они должны будут выносить те или иные вопросы жизненно важные, вот такие, как по городообразующим предприятиям, на общественные слушания, ну вы понимаете, то есть орган не совсем легитимный, орган не совсем, 16% голосов управляют полностью городом, в связи с этим я считаю, что вот необходимо будет вносить изменения в регламент Рубежанского городского государства, мы хотим это сделать на месте, но встречаем колоссальное противодействие этой драки, нецензурная брань со стороны профильных замов, ну, просто неадекватные действия, коллектив подобран городским головой, а может быть и не им подобран, может быть ему навязали этот коллектив, ну, коллектив подобран такой, что работать в интересах громады у этих людей желания нет, они совершенно не понимают статуса, в котором они находятся, сегодня вот заместитель городского головы Ткачук пытался у человека, который со мной пришел, заместитель председателя антикоррупционного фронта, забрать камеру, потом уклоняется от ответственности, значит, говорит, я этого не делал, хотя все зафиксировано на видео, посмотрим, как наши силовики разберутся, я рад действиям полиции, они оперативно отреагировали, задержали негодяя, доставили его, значит, в город дел, ну, посмотрим, как отреагирует милиция, дальше будут работать органы следствия, как они оценят вот данное правонарушение со стороны этого чиновника, будет ли применено к ему законодательство в части клятвы, которую он давал, надо же понимать, что любой государственный служащий дает клятву, и там четко написано, как он должен относиться и вести себя, и речь должна идти не только с точки зрения КПК, уголовного права, а должна идти еще речь именно с позиции, подписанной этим человеком клятвы, и вот, исходя из этого, должны в органах местного управления сделать оценку действиям этого чиновника, и убедить его от занимаемой должности как минимум. Вы говорили про акцию, которую Вы хотите провести в ближайшие дни. Что это за акция, для чего она? Смотрите, в период выборов, ведь ни для кого не секрет, данная политическая сила получила колоссальную поддержку у жителей Луганщины, нашего города, в связи с тем, что у нас в городе тариф 18 гривен, 12 копеек, вот это на воду, на воду и водоотведение. Обещали пересмотреть на первой же сессии данный тариф. Конечно же, этого не было сделано, а теперь говорят о том, что зато сделали зарплату 12 тысяч руководителю водоканала. Трудоустраивать туда, опять-таки, работников химзавода Заря, да вообще, собственно, сейчас в городе, чтобы трудоустроиться куда-то, на любую посаду, в той или иной степени, зависящую от городского головы, если ты не сдал экзамен на химзаводе Заря, ранее там когда-то как-то не поработал, не проявил себя с положительной стороны для руководства этого предприятия, то трудоустроиться в городе невозможно. Фактически молодежь лишается права на сегодняшний день на самореализацию, а то, что произошло на комиссии, это является следствием. Представьте себе, ну, сказать, аварийная кровля, это не сказать ничего, там отсутствуют участки кровельного покрытия. К сожалению, не было мне возможности вам привести или вашим редакторам передачи передать фотографии, они есть в Ютубе, жители города, если захотят, могут посмотреть. Там отсутствуют участки кровельного покрытия. Теперь представьте себе, когда во время этого коррупционного скандала, когда замы городского головы там пытаются перетянуть подряды, чтобы получили подконтрольные им фирмы, да, в этот промежуток времени людей совершенно полностью заливает вплоть до первого этажа. Это монополия власти, отсутствие прокурорского надзора за вот этой бодханалией, которая делается у нас в городе, ведет к тому, что жителям города они лишаются мест жительства. Фактически человек, который проживает в этом доме на последнем этаже, он выехал с квартиры и ее снимает. Он уже опустил руки, он там ходил под исполком, требовал, внесли вроде бы в порядок, заключили договор с подрядной организацией, но в связи с тем, что это предприятие не понравилось. Замам городского головы, к сожалению, это даже конфликт разразился, знаете, из-за чего? Из-за того, что попросил отобразить это как-то на бумаге. Много негатива. Говорят, это фирма завышенные цены на материалы. Там нет совершенно ни людей, числится один человек. Огромное количество претензий, не выраженных никак на бумаге. На протяжении полугода, с момента заключения договора вот с такой вот фирмой, которую так яростно критикуют чиновники, они ничего не выразили на бумаге. И самое главное, не локализовали аварию. Ведь это входит в состав тарифа. Это должно было сделать управляющей компанией, которая обслуживает данный жилфонд, вообще локализовать, а потом могли бы не вести свои чвары, так сказать, вокруг вопроса, связанного с проведением ремонтно-настоятельных работ на доме Ленина 27. Подчеркиваю, Ленина 27, значит, в связи с чем? В связи с тем, что они даже улицу не смогли переименовать законно. Вот это было обжаловано в суде, и у нас опять вернулись старые названия в городе. Вот была Володимирская совсем недавно улица. Вот так работает наш городской совет. Я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас строятся новые коррупционные схемы, жителям пора выходить на улицы и требовать защиты собственных прав. Уже закрывают им школы, понимаете, уже не хотят даже ремонтировать. У нас в Рубежном за этот промежуток времени, я вам скажу, по статистике, я взял там Свердонецк, Лисичанск, практически не было проведено работ капитального характера на жилфонде. В результате того, что правящая элита пытается избежать вот этого работы с сайтом Прозора, оказывает беспрецедентное давление на управление ЖКХ, чтобы они работали с какой-то комиссией, которую они создали конкурсной якобы. Я вам скажу, что у меня есть контакты с представителями, которые вошли в состав этой конкурсной комиссии. Они вообще без понятия, что они определили победителя. У них там есть уже определенные победители. Рубежание, местные органы сообществом управления и состав этой комиссии считают, что рубежане все криворукие. Ни один не смог победить ни одно из рубежанских предприятий. Ни одно не будет теперь выполнять никаких работ, связанных с бюджетом. Северодончане или Сичане. Представьте, какой город достался в управление нашим чиновникам. Ни одного предприятия, с которым можно было бы сотрудничать и работать. Хотя до этого такие были. Фактически, я считаю, что таким образом уничтожается малый частный бизнес, выгоняются люди на заработки в Москву преднамеренные властями, для того, чтобы они попадали под политическое влияние агрессора. Хотелось бы вернуться к этому самому 27-му дому по улице Ленина. Насколько мы знаем, там уже несколько месяцев был выдан указ о ремонте крыши и вроде бы как все готово, а деньги не выделяются. Как вы считаете, когда все-таки это начнется делаться и это начнется делаться тогда, когда прокурора в городе у нас сменят. Когда придет нормальный, честный, порядочный человек, не тот, который сейчас дожидается квартиру. Вот ветерану АТО, например, там есть у нас такой господин Баев, он только же, только его взяли в состав исполкома в городе Рубежном, тут же каким-то чудесным образом именно его квартира была выбрана для того, чтобы приобрести ее ветерану АТО по завышенной по ценам нашего города стоимости 118 тысяч гривен однокомнатная квартира на пятом этаже, соответственно, в ужасном состоянии. Вот. А для прокурора готовится трехкомнатная квартира и он ведет себя смирно и хорошо, как диктует ему мэр и правящая элита города. Он игнорирует нарушение, грубое нарушение Конституции, закона, когда приходят какие-то воинские образования, проплаченные химзаводом Заря и не пускают жителей города на сессию городского совета. Криминальные впроваджения эти все закрываются. Как это? Вот представьте себе, жители там возмущенные шестой школы пришли на сессию городского совета пообщаться со своими избранниками и задать им вопрос с чем это связано, что ихнюю школу хотят закрыть, а за этим следует огромное количество процессов, которым не отдают себе отчета. Многие рубежания это обесценивается имущество в этом квартале, обесценивается их жилье и таким образом они касаются каждого жителя города. Но дело не в этом. Вот пришла группа людей и решила не пускать. И не пускают. Это милиция бездействовала. Никто за это не наказан. Ни сотрудники милиции за это не наказаны, ни те вот участники конфликта этого. Фактически развязываются руки вот этим вот боевикам для того, чтобы они повторно захватывали органы власти в городе. Вернемся к теме, которую мы сегодня уже поднимали. 1 июня в Рубежном прошло заседание коммунальной комиссии. Заседание проходило на повышенных тонах. Возникла конфликтная ситуация. У нас есть видео. Давайте посмотрим его вместе. Сейчас я обращаюсь к вам, Александр Васильевич. Давайте перейдем в ваш кабинет. Если Роскомиссия самоустраняется и пытается покрыть своего однопартийца, который совершил преступление, на мой взгляд, из предварительной информации, которую я получил уже от специалиста управления ЖПХ, давайте перейдем в ваш кабинет. Роскомиссия не хочет заслушивать и не хочет слышать правду о состоянии дел. Кто к чему кого понукает, от кого какие откаты вымогает. Почему вы не хотите заслушать специалистов? Почему вы не хотите заслушать? А вот объясните. Как не успокоиться, когда вы покрываете человека? У вашего дохода никаких свободностей. Ты можешь успокоиться, а ты можешь успокоиться? Я спрашиваю. У людей крыша течет на протяжении скольких месяцев. Скольких месяцев. что вот сейчас пошлют туда специалистов ЖЭК и накроют пленкой. Представьте себе, они этому обрадовались. У меня складывается впечатление, что оппозиционный блок свои дыры во власти, вот эти промахи в кадровой политике пытается закрыть вот этой самой пленкой, которую они накрывают жители Ленина 27. А я уже, как депутат городского совета, потребовал разобраться с этим вопросом. Вот это требование было проигнорировано членами комиссии, депутатами городского совета, которые присутствовали на данном заседании, что и вызвало такое эмоциональное. Это спустя часть диалога. Это спустя часть диалога вот вызвало такой эмоциональный посыл к ним. Но речь шла о простых вещах. Есть управление ЖКХ, которое отвечает о выполнении работы своевременном. Был заключен договор с подрядчиком. Справилось ли данное управление с выполнением работ? Вызвать специалистов, задать им вопросы. Сначала управление ЖКХ. У меня есть от них и письменное объяснение, и видео, где они утверждают, что с их стороны было сделано все возможное для того, чтобы ремонт новоставительной работы на данном доме были окончены в начале мая. Возникает вопрос к следующему фигуранту. Это финансовое управление. На каком основании финансовое управление не выполняет условия договора и не дает предоплату подрядчику? Вот тут депутаты вступились и стали горой. Не дают возможности вызвать начальника финансового управления на заседание комиссии. Для того, чтобы она дала пояснение, что у нее были какие-то причины, она подозревала, что это предприятие, там один человек, это фирма «Однодневка», что там, значит, еще какие-то... И самое главное, она же это должна была подтвердить докладными записками на имя городского головы, на имя начальника управления ЖКХ. Должны были перезаключить договор в течение недели, как бы, и устранить аварию. Этого не произошло. И вот я пытался, чтобы все, наконец-таки, предоставили документальное подтверждение, вот, сделанным устным заявлением. Нет, вот однопартийцы стали укрывать своего профильного зама, там, госпожа Абрамян, которая единолично решила и провела проверку, которые запрещены законом на сегодняшний день, и утвердила, что это предприятие, вот, у нас в городе работать не будет. Ну, и слава Богу, а у нас что, в городе одно предприятие? У нас их много. Тем не менее, она затащила на рынок оказания услуг у нас в городе, на рынок оказания услуг по ремонту кровель, значит, по всем работам, связанным, связанных с выделением бюджетных средств, назначила предприятие ЛИСК. Вот, оно теперь у нас является победителем на конкурсах, регулярным, это ЛИСЧанская фирма, я не знаю, хорошая она или плохая. В чем же дело? Куда делись рубежанские предприятия? Кого народ понавыбирал? Что они фактически лишают их работы и средств существования, и фактически это приведет не сегодня-завтра к закрытию тех малых частных предприятий, которые существуют в городе. Им нужны предприятия, где работают по 150-100 человек. С какой стати? Кто установил этот критерий? Кто дал право так себе вести взорвавшимся чиновникам? Никто народ их этим правом не наделял. А они говорят, что вот мы его получили на выборах, и теперь все пять лет выжмем соки с местного бюджета. Все до капли. Вот такая позиция у нас местных органов власти у чиновников. Могу по фамилии назвать? А в чем заседание закинчивалось? До чего вы пришли? До чего-нибудь? Нет. А закончилось рабочее время. Вот Трушенко, начальник финансового отдела, добросовестно ушла. Профильного зама, который дала ей устные указания не проводить проплату по данному дому, тоже отсутствовало. Сегодня у меня состоялась с ними встреча. Был, кстати, конструктивный диалог, и они не смущались камеры. И тут же вырывается вот заместитель городского головы по безопасности, Ткачук, бывший сотрудник милиции, начальник 6-го отдела. Он, наверное, не переключился, думает, что он все в милиции. Заскакивает в кабинет, у всех требуют документы, делает вызывающие шаги со своей 120-килограммовой тушей, касается носом своего оппонента во время диалога. Вы, наверное, отдаёте себе отчет, насколько это поведение является вызывающим. Помимо этого, он ещё решился на следующий шаг пытаться забрать камеру у тех, кто не выполнил его требования. Он же думает, что он ещё при исполнении, судя по всему, человек, ну, или в силу возраста, или в силу того, что он очень долго проработал в правоохранительных органах, совершенно не может работать с гражданами Украины, которые являются его хозяевами. Он не отдаёт себе отчёт, вообще, куда он попал и с чем он на сегодняшний день должен работать. Это не просто вежливое ставление, а он обязан помогать, если пришли люди, снимают, задают вопросы, поддержи, если ты не замешан в этом коррупционном скандале. Нет же, он пытается забрать запись, где фактически руководитель созналась в том, что да, на устно дала распоряжение не проводить финансирование. И он пытался забрать вот этот фотоаппарат, которым проводилась видеосъёмка. Ну, посмотрим, как правоохранительные органы отреагируют. Подчёркиваю, что полиция сработала профессионально и оперативно. Я хочу напомнить вам, дорогие телезрители, что мы работаем для вас, работаем в прямом эфире. И в любой момент вы можете позвонить нам в студию по номеру 050-210-08-98 или же написать на нашу страницу в фейсбуке LiveLotLife. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожившие вас темы, придавайте гласность вашим проблемам и, возможно, тогда они решатся. Мы вернёмся. И, власне, вопрос, я уже говорила, декоммунизация, так? Вона была проведена, потом решение изменено. Наразі будут, возможно, ещё раз переменуют в улице? Я не знаю, что это за чехарда и игра, но это, я знаю человека, который подал в суд, у нас это юридически грамотный человек, он совершенно проукраинский, скорее всего, его не устроило именно названия, которые были даны улицам, то есть там вот Ленина и Володимара. Я думаю, это стало причиной. Какие действия предпринимет власть, я думаю, что она может воспользоваться этим и ему фактически очередной раз проигнорировать действующее законодательство, как это они делают с сайтом от Прозорок. Я вот сказал, что оказывается беспрецедентное давление на молодого специалиста управления ЖКХ, его на его давят, от него требуют, чтобы он написал заявление об уходе и не дают возможности ему приступить к выполнению собственных обязанностей для того, чтобы в городе навести порядок, отремонтировать кровлю, дороги и всё, чего ожидают от власти люди. Они блокируют его работу. Вернёмся немного назад. На видео вы говорили можете поподробнее об этом рассказать? Ну, как вам сказать? Смотрите, конкретной суммы никто ничего не назвал, но если человек требует, чтобы было вот именно это предприятие и с ним был заключен договор, подчёркиваю, вот посмотрите, мы столкнулись с тем, что в рубежанской фирме не переведились деньги на протяжении, там, с момента заключения, можно сказать, что три месяца. Так, за это время увеличилась и стоимость этих материалов, за это время произошла инфляция, изменился курс валюты. Вот, а в то же время с предприятием ЛИСК сразу же после заключения договора спустя неделю направляется предоплата, то именно то предприятие, где ещё вчера вот это тот зам городского головы была заместителем директора. Вот она проработала год заместителем директора, теперь она зам городского головы по экономике, она же блокирует, значит, проплаты по аварийному дому, и она же тут же пускает проплаты на то предприятие, где еще вчера работала. Говорит, потому что я его знаю, оно хорошее. Вот так и говорит, на камеру говорит. А силовики и прокуратура вот это все игнорируют. И поощряют. И поэтому фактически в городе, я считаю, что сейчас произошел антиконституционный переворот в части, я вам обратил внимание, регламент. Жители города не могут прийти выступить на сессию городского совета. Им дают слово только лишь после голосования депутатом где же это написано? В Конституции речь идет о том, что человек имеет право принимать участие в работе местных органов самоправления? Нет. Наши депутаты лишают такое право. Регламентом ограничивает права и полномочия депутатов, не дают возможности задать вопросы, вот как мы наблюдали на заседании комиссии, не дают возможности задать вопросы специалистам управления ЖКХ. Цивилизованно разобраться в этой проблеме. Спросили у одного специалиста с кем и когда был заключен договор, почему не выполняются обязательства по данному договору, сколько человек там числится на той или иной фирме, почему заключили именно с ней договор, не дают возможности специалистам из полкома задать публично эти вопросы, чтобы это было отображено в протоколе, а в последующем этот протокол можно было направить в силовые структуры. Фактически тем самым они вот на этой комиссии депутаты городского совета заблокировали возможность привлечения к уголовной ответственности вот этого зама городского головы, которая сорвала проведение ремонтно-устроительных работ и лоббирует интересы фирме, на которой ранее она осуществлялась свою трудовую деятельность. А теперь я сегодня зашел туда, в управление ЖКХ все поникшие, значит всем угрожают увольнением, ходит некий господин Баев, там на личном транспорте заезжает на территорию, где знак кирпичность, заезжает прямо на территорию за забор, ходит по зданию исполкома, раздает указания, где кому и когда, какие документы передать, с кем договора заключать, сколько денег кому переводить, кого же мы выбрали. Так надо же было, чтобы он и баллотировался на пост городского головы, вот тогда поуправлял. Вроде бы у нас фамилия мэра Небаев, а пока месье Хортьев. Раз он добровольно сложил полномочия или дал ему в управление город, так пусть так и скажет. Спасибо вам, Валерий. Я напоминаю вам, дорогие телезрители, что у нас в студии был Валерий Харчук, депутат рубежанского горсовета, с которым мы обсуждали дела, собственно, этого горсовета и дела города. Спасибо, что вы были у нас в студии, спасибо, что вы так открыто поговорили про все, власне, про все проблемы, которые сейчас существуют в месте рубежном. Спасибо, спасибо вам, спасибо жителям города и всех ждем на акцию протеста уже в понедельник, для того, чтобы доказать власти, что все-таки все права они у нас еще не смогут забрать окончательно. Спасибо за внимание. Подошел к концу наш очередной блог, очередной новостной информационный день, очередная информационная неделя. Завтра мы, к сожалению, в эфир не выходим, вот наживо, но мы обязательно увидимся с вами в понедельник, в новой неделе и будем также с вами общаться. Дочекайтесь, а для вас в студии працювал Денис Моленый и Олеся Вакулинка. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok